Привет, ребят! С вами дядюшка Алишоу, и сегодня я подготовил новую бомбезную подборку самых крутых вещей с сайта Алиэкспресс на целых 20 минут, и вам точно понравится, это я обещаю! А также, ребят, обязательно смотрите этот выпуск до конца! В конце у нас конкурс на новый смартфон Samsung Galaxy A11, который любой из вас сможет выиграть бесплатно! Ну а теперь, скорее бегите за вкусняшками, хватайте чаек и присаживайтесь поудобнее! А также не забывайте поставить лайк и жмите на колокольчик, чтобы первыми смотреть новые видео! Ну что ж, начну с классной штучки, по моему мнению, и посмотрим, поддержите ли вы меня в этом! Я обожаю всякие такие штучки, связанные с электричеством, и вашему вниманию представляю вот такую установочку Николы Теслы! Да-да, это тот великий ученый-изобретатель, который смог укротить электричество и внес огромный вклад в изучение физики и не только! Так вот, сама установочка изготовлена, по сути, из большой катушки, на конце которой есть контакт, который излучает чистое электричество! А с помощью специальных насадок так и вообще можно создавать удивительные фигуры! Это весьма залипательный процесс, похоже на что-то сюрреалистичное и очень крутое! Однозначно лайк! Проводим профилактику воспаления запястных нервов во время долгих часов залипания в видеоигры! И эта подставка-браслет – настоящее спасение, особенно если коврик со специальной подушечкой вам так же, как и мне, кажется неудобным! Здесь же все просто! Крепишь эту подставку на запястье и продолжаешь себе играть, как ни в чем не бывало! Самое крутое – не теряешь маневренность! Разойтись мышкой можно будет хоть по всему столу и одновременно руки бережешь! Единственное, конечно, поначалу придется привыкнуть к новому положению руки, но думаю, оно того стоить будет! Друзья, а кто знает, что такое двигатель стирлинга? А ну-ка! Ну если кратко, это разновидность двигателя, в основе которого работа на газе или жидкости. И этот товарчик вы должны собрать самостоятельно, как настоящие инженеры. Потому что все детали нифига не игрушечные, а прям настоящие металлические. Ну не пугайтесь, есть подробные инструкции и в целом собирать одно удовольствие. Ну а после можно вживую наблюдать, как с помощью двух поршней движется вся конструкция. Что, блин, крайне залипательно. Я бы взял себе определенно. А со следующим по списку предметам дядюшка Алишоу готов устроить настоящее шоу драконов со спецэффектами. Вы только посмотрите на эти масштабы и просто нереально крутую детализацию и внимание к деталям. Да уж, такой дракон точно произведет впечатление на любителя фэнтези. Но это не все, ведь это не просто фигура головы дракона. Я ведь пообещал вам спецэффекты, верно? Все дело в том, что в голове этого дракона есть пространство, достаточное для того, чтобы установить туда машину, создающую туман. И напустить на публику мистики. Даже крепление на стену для всего этого есть. Из прочной стали. Так что на голову при должном креплении никому точно не свалится. Ну а теперь, друзья, давайте немного отдохнем, расслабимся и посмотрим на пингвинов. Что скажете вы? Дядь Алишоу, ты что, совсем что ли? Каких еще пингвинов? Да нет, ребят, со мной все окей. Просто тут у меня реально пингвины на волне. А точнее, это мини такой антистресс. Такая вот коробочка, внутри которой есть густая жидкость и два милых пингвинчика, которые как бы скользят на волнах. Антистресс в чистом виде. Сиди и залипай, отдыхая от тюмовых будней. В этом выпуске нет-нет, да попадаются нам с вами вещи, по которым с первого взгляда и не скажешь, что это вообще такое. К примеру, вот этот небольшой чип. А что если я скажу, что при небольших корректировках этот маленький кусочек пластика и металла способен превратиться в самую настоящую глушилку Wi-Fi? Да-да, вы не ослышались. Достаточно установить на него специальный софт, подключить все это дело к питанию и телефону. И вуаля, глушилка запущена и работает. Вот так немного повозившись, можно оставить без доступа к социальным сетям и роликам дядюшки Али Шоу не только друга, но и себя. Поэтому применять не рекомендую. Перед тем, как мы продолжим, хочу рассказать, как я покупал себе iPhone 14. Стоит он немало, еще и не везде его можно купить. Поэтому я начал думать, как же получить этот смартфон, не потратив на него огромную сумму денег. Нашел его на своем любимом Али, но тут он стоит также немало. Но знаешь, что выход из этой ситуации есть? Это сайт сюрприз бокса в Crazy Box. На нем ты можешь забрать любой телефон в десятки раз дешевле, чем в обычном магазине. Свою погоню за телефоном я начал с бесплатной коробки, но он мне, конечно же, не выпал. Зато получил игровые наушники. Тоже неплохой приз, учитывая, что коробка-то бесплатная. После этого пополнил баланс на пару тысяч и открывал коробку смартфонов. С нее мне выпадало много разных вещей. Объектив для смартфона, светодиодный чехол, игрушечный телефон. И все это по несколько раз. И когда уже надежды совсем не было, на последние деньги мне наконец-то выпал долгожданный iPhone 14, стоимостью 70 тысяч. Я был нереально рад и поначалу даже не верил, что это произошло. Но потом, конечно же, заказал приз себе домой. Итого, что мы имеем? Потраченные пару тысяч превратились в новенький 14-й iPhone. Неплохой обмен. Если хочешь также экономить на гаджетах и получить топовый смартфон, переходи на Крейзи Бокс по ссылке в описании и забирай свой приз. А по промокоду из описания сможешь получить плюс 150% денег при пополнении баланса. Промокод и ссылка в описании. Продолжим. И еще немного полезного для моих любителей газированных напитков. Это такая вот минималистичная, стильная и удобная открывашка. И действует она, ну, очень просто. Берем бутылочку с газировкой, накидываем сверху нашу открывашку и просто слегка надавливаем сверху. И вуаля, крышка побеждена. А напиток отправляется прямиком к вам в кружку. Ну или сразу в рот. Ну а это, ребята, товар для мохнатых друзей. А если быть точнее, это гамак для котиков. Да, представляете, даже у котиков может быть свой гамак. И это очень классное устройство. Котики могут там лежать и раскачиваться на протяжении всего дня. Ну а что еще котейке для счастья нужно? Плотно покушать и поспать в гамаке. Конструкция выглядит очень надежно и качественно. Опоры, сама лежанка и крепление вполне стабильные и стильно выглядят. Я бы и сам полежал здесь, так сказать. Но боюсь, после меня уже от гамака ничего не останется. Не буду травмировать пушистика. Вам частенько диктуют что-то, что нужно записать, а под рукой нет ручки? А что, если я скажу, что вместо этого можно воспользоваться телефоном-ручкой? Звучит просто космически, но это действительно телефон и ручка в одном предмете. В комплекте к этому приспособлению идет зарядка, батарейка и запасные чернила. У телефона все как полагается, все кнопки, динамики и микрофон. Даже небольшая камера имеется, хотя и всего на 3 мегапикселя. Так что фотографии будут как в старые добрые времена. Под колпачком ручки вы найдете разъем для зарядки, кнопку сброса и фонарик. Телефон рассчитан на две сим-карты, вместо одной из которых также можно вставить еще и флешку. В общем, все как у самого настоящего кнопочного телефона. Только с одним тем исключением, что вы можете вставить картридж с чернилами и воспользоваться телефоном как ручкой. Даю пару попыток, чтобы угадать его назначение. На первый взгляд выглядит как какая-нибудь дрель или тип того. Но на самом деле это автоматическое устройство для взлома. Да, вот тебе сюрприз. Это устройство позволяет очень легко вскрывать замки. Только скажем так, легко это дело будет для тех, кто хоть немного уже смыслит во взломе. Тихо вскрыть замок, правда, не получится, ведь само устройство достаточно громкое. Однако посмотреть на него все равно стоит. В особенности удобно в нем то, что можно регулировать интенсивность. Поэтому ему поддадутся, скорее всего, замки любой сложности. Флешкой на 8 гигабайт уже давно никого не удивишь. Да и что такого полезного можно записать на такую флешку? Так от силы и пару фильмов, да и те они в самом лучшем качестве. А что если я скажу, что это не просто флешка, а флешка с микрофоном. Самый настоящий карманный диктофон, которому к тому же не нужны лишние провода, чтобы перенести на компьютер все совершенные записи. Так вот, на эти 8 гигабайт можно записать целых 150 часов аудио. Флешка заряжаемая, поэтому нужно будет обязательно следить за зарядкой. Но в целом выглядит она очень стильно и компактно. И действительно совсем ничем не отличается от обычной флешки, которая завалялась у вас на рабочем столе. Ого-го, ребзя, гляньте, для зимних покатушек я нашел гениальное устройство. Это, блин, комбинезон с LED-светодиодами. Вот вы катаете на чем-то? Лыжи там или сноуборд? Да хоть на санках, хе-хе. В таком костюме вам вообще равных не будет. Все просто офигеют. Сейчас как раз еще и сезон идет. Да и погодка везде довольно прохладная, снега много. А значит, если вы закажете себе такой костюмчик, попадете прям в точку. Мне вот только интересно. Я, блин, падаю частенько. Как этот костюм выдерживает падение? Или в нем чисто покрасоваться на небольшой скорости? Что думаете? Немного на полезном, ребята. Я приготовил такой гаджет, который будет подкармливать энергией ваши яблочки. Поняли мою завуалированную идею? Это беспроводная зарядка для ваших айфонов или Apple Watch. Да, выглядит минималистично, но оттого еще прикольнее. Ну и сам функционал, о котором, думаю, рассказывать не стоит. Разместили гаджеты на специальной подставке, запитали зарядку специальным блоком питания и летс гоу заряжать. Кстати, обещают довольно быструю зарядку. А то ждать по пять часов-то неохота. Хочется же скорее посмотреть дядюшку Али Шоу здесь и сейчас. Хе-хе. Следующая вещичка из нашей подборки поможет сразу в двух делах. Спрятать что-то очень важное вроде заначки или ключа и в то же время узнать температуру воздуха. Ведь это самый настоящий термометр и тайник одновременно. Словом, вещь для настоящих параноиков. Для тех, кто хочет спрятать что-то понадежнее и не доверяет прогнозу погоды. Термометр спокойно покажет температуру как дома, так и на улице. И имеет показатели в Цельсиях и Фаренгейтах. Установить его на какую-нибудь стену проще некуда. Вам понадобится всего лишь два гвоздя или самореза, на шляпке которых и можно будет его повесить. Главное найти место, не бросающееся в глаза. Ведь это как-никак тайник. Бывали ли у вас случаи, когда нужно скрыть какую-то информацию? Закрасить ценник или личные данные с упаковки из-под посылки. И зачастую редко получается сделать это качественно. Любую наклейку при желании можно отклеить, а закрашивание маркером помогает через раз. Предательские буквы так и просвечивают. Тут нам на помощь приходит этот защитный штамп. Работает он следующим образом. Вам понадобится краска, в которую мы зальем внутрь этого штампа. А после можно смело, словно валиком, закрашивать любую область, которую хотим скрыть. И никто больше ничего не способен будет разобрать. Ведь тетиск этого штампа состоит из множества рандомно расположенных букв. Так что даже если что-то там и было написано, то прочитать среди какафонии надписей это точно будет невозможно. О, а следующий товарчик я уже видел. Ну, точнее, что-то похожее. Это мини-машинка для удаления катышков с одежды. И это поистине простое и полезное устройство. Можно удалять катышки абсолютно без вреда для вашей одежды. Машинка делает это крайне быстро и аккуратно. Так что тут особо и объяснять нечего. Разве что только гляньте на видео, как привести ее в действие. И все, можно пользоваться, так сказать. Следующая вещь просто настоящий кошмар для всех мнительных паникеров. Удивительно, что это продается на Алиэкспресс. Это у нас вот такие часы со скрытой камерой. Все, что нужно наблюдателю, это установить сами часы в нужном месте. Скачать приложение и все готово. И ведь действительно на этих часах ничего подозрительного нельзя заметить. Конечно, можно использовать эту камеру для наблюдения за домашними питомцами во время вашего отсутствия. Однако никогда нельзя забывать о том, что скрытые камеры это вторжение в личную жизнь. Народ нашел ну очень и очень удобный провод для портативной зарядки. И состоит этот чудо-провод из нескольких коннекторов для, пожалуй, всех моделей мобилок. Он аккуратно складывается в подобную конструкцию. И поначалу я вообще подумал, что это какая-то флешка что ли. Ну или шнурок какой-то. А это, блин, самый настоящий проводок для зарядки. Стильно, модно и современно. Он легко раскладывается, его можно бросить в карман и везде носить с собой. Ну а коннекторы подойдут и к смартфонам на андроиде с обычным меню USB. И к вашему айфончику с разъемом Type-C. Точно ставим лайк. А вот эти палочки с зажимами, чтобы удобно крепить их на пальцы, обязательно оценят те, кто терпеть не может пачкать руки во время еды. Если это была единственная причина, по которой вы отказывались от чипсов или, к примеру, сушеных кальмаров все это время, то вот ваше спасение. Да и к тому же, больше не придется играть за грязной клавиатурой после трапезы благодаря этим крутым палочкам. Только вот приловчиться все же придется. Хотя, как мне кажется, если вы любитель азиатской кухни и мастерски владеете искусством поедания пищи с помощью палочек, то ничего особо сложного в использовании этих не увидите. Из удобств, благодаря креплению сразу на руку, не придется откладывать свое занятие каждый раз, когда захочется взять чипсину. Практически руку от мышки убирать не надо. Ребята, едем дальше. Я хочу показать вам такой товарчик, которого раньше вы не видели точно. Это Лего Базука. Посмотрите, какая мощная и стильная штуковина, которую нужно собрать самому из двух тысяч блоков. Очуметь можно. Как думаете, за сколько соберете? Я вообще Лего люблю собирать, но, блин, две тысячи, это, конечно, сильно. Ну да ладно, в инструкции, конечно, все подробно расписано. А самый прикол в том, что из базуки потом реально можно пострелять специальным патроном, который заряжается внутрь пухи и нехило так выстреливает на несколько метров. Классная игрушка, как по мне. Я бы приобрел поиграть в войнушку с друзьями, но, боюсь, годы уже не те. Вот объясните мне, почему это так модно? Ну что все помешались на этих ножах-кредитках? Типа это необычно? Ну, блин, разве здесь есть практичность? Как по мне, так это такая себе штучка, что ли? Но вы, конечно, скажете, да ты что, дядюшка Алишов? Это же очень классная вещь. Она в сложенном состоянии, реально похожа на кредитку и легко поместится в кошелек. А вот по волшебству твоя кредитка стала холодным оружием. И ты уже не просто парень с визиткой, а стильный мужчина с ножичком. Только посмотрите, ребята, какую классную ручку я нашел. Вы знаете, я вообще фанат ручек, потому что, как ни странно, в наше время, когда всегда под рукой гаджет, я люблю что-то писать в блокнот ручками. Это же, блин, очень круто и по-настоящему, а не то, чтобы писать в блокноты ваших смартфонов, согласитесь. Так вот, ручек всяких у меня очень много, и это точно попадет ко мне в коллекцию, потому что она не простая, а магнитная. Она состоит из магнитных колечек, и они и есть часть ручки. Помимо того, что ручкой можно писать, с магнитами можно производить разные манипуляции. Вам на видео показаны некоторые прикольные фишки их использования. Но я уверен, вы найдете еще больше. А вот вам, пожалуйста, еще один фонарик, но уже не походный, а скорее для создания интерьерного освещения дома. Например, украсить вашу комнату как-то по-особенному с классной подсветкой. Потому что сам фонарик миниатюрный, крепится на специальную основу и поворачивается, как вам будет угодно. А еще управляется с пульта, не имеет проводов, потому что его надо подзаряжать. А еще он полноцветный, и вы можете миксовать цвета. Как по мне, вещичка простенькая и привлекательная. Мое рабочее место станет еще приятнее. Беру. Ребятки, вот эта игрушка или сувенирчик точно вам понравится. Это суперстильный стимпанковский металлический скорпион. И самый кайф, что его надо собирать самому, как конструктор. Так что в качестве подарка эта вещичка вообще топ. От процесса получит удовольствие, пожалуй, каждый его владелец. Конечно, это кропотливая и долгая работа. Но кому-то ведь это нравится даже больше, чем конечный результат. Ну а результат вы посмотрите. Это ж реально круто выглядит. И стильно мне зашло. А вам. Ну что, ребят, может чайку? А вы уже пьете? А я, пожалуй, заварю себе новый пакетик. Благо, у меня их много, и они не просто магазинные. С готовым не пойми каким чаем. А, так сказать, пустые. В которые вы сами можете насыпать любого чайку. Проверенного, натурального и вкусного. Опа, вот это поворот. Конечно, для многих сомнительная покупка. Ибо много заморачиваться с этими пакетиками неохота. Ну а для настоящих любителей этого волшебного напитка пакетики точно подойдут. Можно каждый день устраивать чайные церемонии с новыми ароматами. Кайф. Хотите немного разнообразить свою клавиатуру? Ну или любите всякие дополнительные удобные гаджеты и устройства, которые облегчают вам жизнь? Тогда вот вам вспомогательный дисплейчик для клавиатуры. И он выполняет ряд функций, полезных для пользователя. Прибавить звук, яркость, управление подсветкой и другие простые и удобные команды. Дисплейчик небольшой, но вполне удобный. Он работает как тачпад, поэтому проблем с нажатием тоже нет. С помощью специального приложения можно редактировать функционал и назначать какая кнопка за что отвечает. Да и в целом все интуитивно, понятно и легко. Едем дальше, господа. И вот что у меня есть. Это вилка или... Или ложка? Да нет, это вилка-ложка. Смотрели же все мультик про катапса? Вот это примерно то же самое. Только вилка-ложка очень крутецкая вещица, которая пригодится в походах, например. И даже гляньте, здесь специальный чехольчик предусмотрен. Купил наборчик, положил в чехольчик, сэкономил место в рюкзаке. И это ли не чудо? Пользуйтесь, народ. Иногда товары с аликом могут быть максимально простыми, но супер полезными и недорогими. Ну а почему бы и нет? А вот и товарчик для всех любителей походов и путешествий. И как вы уже, наверное, догадались, это фонарик. Светодиодный фонарь с большой мощностью. Он помещается буквально на ладони, защищен от попадания дождя и имеет надежную противоударную защиту. В пределах разумного, конечно. Еще на фонарике есть удобные крепления под разные варианты переноски. И на пояс, и на рюкзак, и подставка. Ну а что касаемо освещения, здесь у нас в характеристиках яркость под 800 люмен, что вполне достойно для такого малыша. Ну и вот, собственно, мы видим, как он работает в ночное время. По-моему, вполне полезная, а главное, недорогая вещичка. Любители ретро, очень странных дел и всего, что связано с аркадами и старыми видеоиграми, сейчас вы точно будете в восторге. Только посмотрите на эту уменьшенную копию старого танцевального автомата. А что если я скажу, что это не просто маленькая моделька, а настоящая видеоигра? Да-да, на этой малютке можно поиграть, где вместо ног вам потребуются ваши пальцы, чтобы нажимать на кнопки со стрелками в нужном порядке. А смогли бы вы пройти её на высоком уровне сложности? Обязательно напишите свой ответ в комментариях. Что удивительно, для таких размеров в этом автомате есть несколько песен и даже функция сохранения рекордного счёта. Так что даже соревнования с друзьями можно устроить. Как насчёт реальных шпионских штучек? Вот эти часы прям-таки настоящий шпионский гаджет. А всё потому, что он может записывать голос и использоваться как диктофон. На первый взгляд, обычные симпатичные часы, только они не показывают время. И если не всматриваться, то нельзя заподозрить что-то не то. На самом деле, эти часы отлично справляются с ролью диктофона, который тут же отправляет аудиозапись к подключенному заранее телефону. Удобно, если нужно записать какой-то диалог или чьи-то слова для подтверждения правды. Однако с этими часами нужно быть крайне осторожными, как в принципе и со всеми вещами в этом списке. Ну и в завершении классика, господа. Это сами знаете что и сами знаете зачем. Гениальное и в то же время супер простое изобретение спиннер. Это просто подшипник, вокруг которого разместили пластиковые лопасти, и благодаря такой конструкции он вращается и создаёт залипательный эффект. Ой, помню то недавнее время, когда эти спиннеры были буквально у каждого первого во дворе, и все ходили хвастались формами и цветами. Ну собственно, хотите вспомнить эти чумовые штучки, заказывайте. Ребят, ну вот и подошёл этот ролик к концу. Но у нас ещё остался конкурс на смартфон Samsung Galaxy A11. Для участия надо подписаться на канал, поставить лайк и написать комментарий, и ты участвуешь. Ну и в следующем видео мы определим победителя. А в предыдущем конкурсе победил Никита Шевцов. Напиши мне в ВК и забирай свой приз из прошлого видео. Всё, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok